Привет! Я Дарья Позняк и сегодня у нас опять разбор работ и, наверное, это будет самая интересная кучка из четырех видео, которые я вам уже показывала. Давайте смотреть. Это акварель из пленеров. Вот это Крутицкое подворье, это, наверное, оно же. Ну, вообще, акварели неплохие, хотя это самая обычная рисовальная гузнаковская бумага. Так, это туда же. Помните, мы смотрели уже эти маски-вейры. Вот таких вот у меня было очень много красивых зарисовок. Так, а это, помните, интерьер, я говорила, где на колоннах были орнаменты. По нему я собиралась делать макеты, тогда я его делала. Это к нему дальше эскизы пошли. Сам проект тоже на какой-то такой же цветной бумажке у меня тоже где-то валяется. Надо их, кстати, тоже перебрать и выбросить. Бассейн с таким же каким-то орнаментом. Так. Какой-то интерьер, это к нему же... А, вот с круглой дверью, помните, было? Было с круглой дверью. Это туда, вот они в цвете пошли, там было несколько распечаток. Ну, не знаю, я всё-таки считаю, что я не живописец. Я считаю, что я график, моя сила в графике. Я могу не видеть тонкие сочетания цветовые, но, во-первых, я учусь у других видеть и замечать эту красоту. Это раз. И два, я всё-таки график. И хоть я и пишу акварелью, но, тем не менее, я это делаю как бы в своей манере. Не нужно качать только то, что у вас плохо. Сейчас уже считается, что лучше качать то, что у вас хорошо, тогда вы достигнете высот именно в этом. Поэтому я вам советую, если вы знаете, где у вас классно, фигачите в ту сторону. Вот такие наши шермы, три варианта. Так, давайте дальше смотреть. Это опять с этой круглой дверью. О, это варианты, видимо, батиков, триптиха. Акварельки. Наброски пошли. Не знаю, вам там видно что-нибудь, когда я покладу вообще? Наброски. А, да, да, это вот так. Вот это вот рука. Локоть руки. Так, портретик затерялся оттуда, там же, в той же самой книге. Набросочки. Пленеры. Пленеры в институте у нас были в конце, в начале, по-моему, в конце весны, начало лета или где-то начало осени, если я не ошибаюсь. И, как правило, всегда погода была очень-очень противоречивая. В начале лета, например, всегда идут дожди. То есть, как бы, в мае, может быть, очень тепло, очень классно. В начале лета идут прям очень сильные ливневые дожди, падает температура очень сильная. Всегда, как бы, на пару пленеров у нас попадала все время вот эта вот жуткая погода. Поэтому многие пленеры свои я институтски отрисовала по фотографиям, по книгам. К сожалению, ничего не могу здесь с этим сделать, потому что это данность такая. Потому что я не морозостойчивая. Не могу сидеть в луже, когда она тебя капает, когда отовсюду подмерзает, когда некуда сходить в туалет и выдавать при этом шедевры еще. И делать это несколько дней подряд. Не, ну нафиг, это без меня. Поэтому много делаю по книжкам, по фотографиям. Так, вот. Я не могла вспомнить, кто это за девушка. И вдруг я вспомнила, смотрите. Просто она не похожая у меня здесь получилась. И я вспомнила. Я сначала подумала, может быть, это моя сестра. Но потом я смотрю на конфигурацию стола, понимаю, что у нас такого стола никогда не было. И понимаю, что нет. И сейчас я дошла до мужского портрета. Я поняла, кто это. Мы ездили с моей подругой Ириной в Псков к ее родственникам. И когда мы там жили, соответственно, ее брат. Вот брат я узнала. Ира получилась не похожа. Брат похожий получился, поэтому я сразу же узнала. Вот она, видимо, сидит что-то за столом, это компьютером у него делает. А я ее рисую. Вот это, соответственно, ее брат что-то делает. Да, портрет получился похожий, поэтому я узнала. Это опять они же с них зарисовки. А вот, кстати, Ирина, которую я узнаю по волосам. У нее очень-очень красивые волосы. Да, и там под Псковом у них была дача, куда мы ездили. Вот, кстати, Псковский этот Кремль, куда мы с ней ходили все время рисовать почти каждый день. А вот их дача, куда мы пару раз ездили. И что-то там тоже этюды какие-то писали. Кстати, очень красиво вот это. Я даже такую не помню. Красивые акварельки на какой-то дешевой акварельной бумаге. Знаете, похоже на что-то чуть ли не какая-нибудь рыбачка. Только то, что в то время продавалось. Я не знаю, с каких годов начали рыбачку продавать. Ну, какая-то такая же плохенькая бумажка. Так, это тоже дача. Это Ирина, собственно, сидит что-то рисует. А я, видимо, рисую и ее, и пейзаж. Прикольно. Очень прикольно. А вот, кстати, и они. Брат и сестра вместе. А я рисую. Все потому, что мы жили в его комнате. Он был вынужден переползти, значит, спать к родителям. Или в гостиной. Не помню, сколько у них там была комната. А мы с Ирой спали на его кровати вдвоем. И в этой же комнате стоял его компьютер. Поэтому он там регулярно тусовался. Ну, и, соответственно, мы тоже тусовались. А что нам еще было делать? Вот. Хорошее такое было время. Так, это тоже где-то там же зарисовки. Да, там вот этот вот крем или воды. Я никаких, конечно, названий не помню. И я не очень такие вещи все запоминаю. Вот. Опять Ира, Ира, Ира. Вообще хорошо с художниками ездить куда-то, потому что всегда есть возможность зарисовывать. Смотрите, какие классные. Классно, как вот здесь джинсы написаны. И вот тут сзади портрет классно написан. Да, красивые. Смотрю, прям приятно. Не ожидала. Хотя бумажка самая обычная, не какущая бумажка. Быстрые зарисовки. Что от них можно ожидать? Так, а это натюрморт у них на даче. На цветной бумажке. Не знаю, вам бликует. А, вот так бликует, а так нормально. У них на даче очень было много всяких таких красивых предметов. И мы вот эти натюрморты с сыром все время рисовали. Это тоже кремль. О, с котом у меня там не очень были отношения. Сиамский кот. Но я вообще кошек не очень понимала. Никогда не очень понимала. Похожие, похожие портреты. Мне так интересно получились. Хотя как бы, я не... Ну, я вообще на портрет всегда была довольно слабенькая. Здесь повезло. Так, смотрите, опять какие-то зарисовки на даче. Вот Ира что-то рисует. А я рисую ее вот здесь в зеркало. Вот опять кремль. Ой, как я не люблю эту христианскую архитектуру. Столько ее рисовали во время вот учебы, подготовки к учебе. Причто прям, честно скажу, прям тошнит. Вот такие зарисовки другое дело. Потому что какой-то сельский быт у нас настоящий. Вот это вот у них место было очень красивое. Мы его многократно рисовали. Потому что потрясающий для нас художник. Этот ретро-умывальник. В общем, ну, было классно, классно. Че говорить. Да, и кстати, я же унатик. Я, когда ближе к полноунию, я ночью разговариваю, хожу, могу активно вести жизнь. И когда я с людьми куда-то ездила, я как бы их предупреждала. Но они, конечно же, тут же забывали, потому что как-то несерьезно. И, в общем, однажды я утром просыпаюсь, а мне Ира говорит, так, меня, значит, напугало, потому что я вдруг вскочила ночью на кровати, давая себя что-то стряхивать и кричать. А-а-а, а-а-а, значит, и она мне говорит, что случилось что-то, я ей говорю, жук, жук или что-то такое. Говорю, мы ягоды собирали, и говорю, вот он, и пытаюсь его стряхнуть. Она перепугалась, она говорит, я в этот момент с открытыми глазами, она в полной уверенности, что я в адеквате, а я спала, я даже этого не помню. И у меня таких историй просто миллион. И муж надавно рожил постоянно. И, в общем, так и живём. Так, вот это вот не моя рука, мне кажется. Возможно, что это даже не мои наброски. Мне кажется, что вот тут я нарисована. Вот это вот не мой штришок. Хотя ноги похожи, как я рисую. Не знаю, не знаю, в общем, что это. Я иногда ещё с друзьями, мы обмениваемся набросками. Это я тоже не уверена, что моё. Не уверена, честно вам говорю. Так, это когда я делала свои композиции. Слушайте, я не уверена, что это мой. Блин, они все, что ли, не мои? Я не знаю, я не могу вам сказать с полной уверенностью. У нас, знаете, ещё как было во время просмотра в институте? Например, кто-то выставился и потом сидит, рвёт свои работы. Ты проходишь мимо, говоришь, блин, да как красота. Можно я заберу? Пожалуйста, не рви. Он говорит, да, пожалуйста, бери. Ты забираешь себе, уходишь. Возможно, что это как раз тот вариант. А может быть, это Ирины. Дерево, дерево, наверное, моё. Дерево. Дерево. Так, это точно моё. О, это мой муж. Да, у него длинные волосы, да. И да, он очень худой. Если так рисовать, то, в принципе, непонятно, то ли со спины девушка сидит или молодой человек сидит. Да, и он вот так вот по-дурацки разговаривал по телефону всё время. Да, я не думала, что найду такие наброски. Но на самом деле ракурсов для рисования его, когда он сидит за компьютером, очень мало. Поэтому, наверное, в первый год совместной жизни я нарисовала все возможные ракурсы, которые можно было нарисовать, учитывая это огромное-огромное кресло, которое компьютерное, которому очень-очень любят. И потеряла всяческий интерес, потому что подойти с какого-то ракурса, который я ещё не рисовала, и найти что-то интересное стало просто невозможно. Вот опять он что-то там за компьютером играет. Так, и набросочек. В общем, куча была очень интересная. Вот эти вот тоже классные. Я не буду себе ничего оставлять, потому что мне некуда. Ребят, пишите, кому отдать. Напоминаю, всё бесплатно, вам нужно оплатить только доставку, чтобы оно к вам уехало. Упакую, хорошо. Пишите под этим видео. Первый, кто напишет, тому и отправлю. А с вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok